Здравствуйте, уважаемые зрители! В прямом эфире программа «Четыре часа» в студии Ирины Медведева. 4 октября 1953 года появился на свет человек, которого Господь призвал к служению у престола, архиерейству, созиданию храмов, пастырской заботе о людях, в том числе и посредством евангельской проповеди в телевизионном формате. Митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий. Именно по его благословению и при его поддержке, его трудами и молитвами был создан первый православный телеканал «Союз», который сегодня несет слово о Христе множеству людей по всему миру. Мы от всей души поздравляем Владыку Викентия с днем рождения! Пусть милость Божия будет с вами в жизни земной и в жизни вечной! На многое благое лето дарует Бог вам ясного неба, счастья и мира, мы вам жираем от Господа Бога нашего. На многое благое лето, да на многое благое лето, да на многое благое лето. Пусть будет в жизни у вас только свет, и в Божьей любви душа тоже и бед. Для веры, спасения и вечного света живите на многое, многое лето. На многое благое благое лето, да на многое благое благое лето. В день рождения принято поздравлять не только именинника, но и его родителей. Ведь в первую очередь это праздник для мамы и папы. Нам бы тоже хотелось выразить благодарность тем, кто воспитал такого архипастрия. Интересно было бы узнать, как же вырастить ребенка, чтобы он стал добрым христианином и послушал церкви. В одном из выпусков программы «Архипастрия» на нашем телеканале Владыка Викентий немного рассказал о том, как отец помогал ему стоять в вере, когда вокруг царила безбожная власть. Я вот вспоминаю моих родителей. В школе говорите, что Бога нет. Я же учился в школе. В советской школе. В советской школе. Бога нет. Гагарин полетел, не увидел Бога, еще там что-то. Ну, я тоже человек, преподаватель же говорит, и вроде бы доверяем ему все. А дома придешь, отец посмотрит на тебя, прямо туда заглянул в клуб души и говорит, ты что там, Бога нет что-то у тебя там? Говорит, да вот и были такие занятия, что вот говорили, что нет, и ты что, сомневаешься? Говорит, ты там слушай, и все. И меня выполняй, мои благословения, как отцовское. Я тебя родил, я тебя воспитываю, воспитываю именно в православной вере, чтобы ты был настоящим верующим человеком, живя здесь, на земле, для Царства Божия. Но не это все, то, что там не говорят, это все временное. А нам нужно вечнее. Поэтому оставь их в сторону, пускай что-то в одно ухо зашло, другое вышло, и все. А в сердце твое полагай то, что я тебе говорю, потому что я тебе твой отец. Я за тобой буду отвечать пред Богом. И я хочу, чтобы ты был, чтобы ты меня поддержал в этом деле. И чтобы меня не предал вот этими всякими. И все, несколько слов сказал таких серьезных. И запомнил на всю жизнь. Младыка, но вот это отец, которому свой ребенок интересен, это отец, который воспитанию и образованию своего ребенка уделяет серьезнейшее внимание. Только в этом случае и молится за него. И только в этом случае, возможно, что пришел из школы мальчик, а отец посмотрел и сразу понял, что-то не так. Если бы отец сидел в это время, ну, гаджетов не было, да, ну ладно, хорошо. Газету бы читал, да, и безостановочно бы этим занимался, то ничего бы он не заметил, не увидел. И это возможно только тогда, когда есть вот контакт. Душевный, духовный контакт, любовь, взаимопонимание. Сейчас очень большая проблема тоже есть. Проблема общения родителей с детьми. Родители не общаются с детьми. Вот они вручают этот аппарат, он там сидит, и родители довольны, что они спокойны, там ничего. И целый аппарат у каждого тоже. И все, они там стоят. А что там он делает, что читает, что там смотрит, что видит, что он понимает, это все. А этим сам, конечно, созидается его мировоззрение. И воспитание. А потом он уже после этого, после некоторого времени высказывает. И отец, и мать за голову, откуда ты взялась? Я же такое не говорил. Ну вот, не говорил, потому что она была обо мне говорить. И надо общаться, говорить с людьми. Они же, родители должны быть психологами. Видеть своих детей. Видеть, какие наклонности, какие, куда их тянет, на что тянет. И регулировать ситуацию, не давать им возможность, чтобы они все плохое и греховное делали, и как все. А делали то, что как требуется совесть, и христианская совесть, и знание о Боге. Вот это должна, как святейший патриарх говорит, мотивация моей действий, это моя вера. Если я веру, что это нельзя, так я нельзя. Четко. А если она говорит, что можно, то значит можно. Вот и в этом деле то же самое должно быть. Если чувствует человек, что это не совсем для души душа как-то смущается, это показатель, что совесть еще жива. А вот и еще один рассказ. Это уже о временах молодости митрополита Викентия. Владыка рассказывает, как преодолевал трудности в учебе, и как помогал ему в этом преподобный Сергий Радонежский, память которого, кстати, совершается в эту субботу, 8 октября. Святая Лавра, пройца Сергеева, является центром духовной жизни. Лавра – это духовное сердце России. И преподобный Сергий является игуменом земерусской, который призывает нас к единству. Он много не говорил, он ничего не оставил, никакие труды письменные, но он показал пример жизни духовной. В своем монастыре, казалось бы, он начальник, а кто, если пытался над ним что-то иметь, то он смирялся, говорит, ну, давайте сами тогда трудитесь, я уже пойду. И таким образом было основано еще несколько монастырей, ради его смирения и его терпения. И он говорил такие слова, что «единением спасемся». И вот этот дух единства мы чувствовали всегда, когда мы учились в семинарии, в академии, потому что нас он объединял. Мы каждый день, даже не один раз в день, а может быть и два, и три раза бывало, как душа велела. И мы приходили обязательно утром к преподобному Сергею, кто на братские моления приходил, кто перед занятиями приходил к преподобному, и молились, и просили его помощи в учебе, в жизни. Конечно, учеба не так все легко дается, потому что Господь говорит, что в злухудожную душу премудрость Божия не входит. И, конечно, мы сознавали, что мы грешные, что мы не совсем близки к Богу. И поэтому у нас бывало, что не поддавалась хорошо учеба, и не получалось, и не понимали. Я, например, по себе говорю, что не все понимал, что там наши преподаватели говорили. И было такое даже чудо, я помню, к себе, что вот я читаю, читаю, зубрю прямо наизусть все, и знаю, что завтра мне будут спрашивать, обязательно спросят. Иду к преподобному Сергею, ну я ничего не понимаю, что там говорить. Потом мне спрашивают, действительно спрашивают, и я говорю, так хорошо, так убедительно. Я сам говорю и сам себе учу, как это надо понимать, то, что было задано на этот урок. Я потом вспомнил, ну вот видите, как преподобный мне вразумляет, моими же устами учит меня, как надо понимать то, что этот урок нам вещает. Вот такие чудеса совершал преподобный Сергий Радонежский, когда вот к ним обращаешься за помощью, за то, чтобы он дал нам возможность углубиться в те глубокие истины божественные, которые даются нам в семинариях и в академии. Так что таких чудес не только со мной случалось, и со многими другими людьми, нашими семинаристами, учащимися в академии духовной. Преподобный очень много помогал. Я помню такой еще момент, момент, когда я, ну вот я учился в треклассе семинарии, одновременно я учил еще в регионском классе. Нагрузка была очень тяжелая, большая. И там надо учить, и здесь надо учить. Я вот чувствовал, что я очень сильно устал. И я уже, когда третий курс сдавать экзамен, я думал, что я не знал. Вот так вот, потому что я читаю, как вот по воде проходишь, еще ничего не остается в голове. Я говорю, ну пойду к преподобному, если он что-то мне поможет, может быть, я сдам. А если нет, тогда придется, наверное, мне выгонят из семинария, может, я двойки одну получу. И так получилось, действительно, что я действительно помолился преподобному, Сергию, и сдал этот третий курс прекрасный. Почти что на отличный. Это опять показать то, что когда человек сознает свой немощь, в немощи сила Божия совершается. Это, например, на примере показано, что вот, пожалуйста, ты немощен, слаб, устал, ничего не уже не воспринимает уже наше сознание, голова, огромный материал, огромный материал и семинарского образования, и регенского, и это все очень трудно. Но вот получилось, что Господь так устроил по его молитвам, что я его сдал, и все нормально. И продолжил дальше учиться, и академию закончил, слава Богу. Неплохо. И в то же время у нас у меня было такое послушание, как уже после третьего курса, класса, семинария, меня взяли, как и подиакона, у патриарха Пимена. Опять нагрузка. Надо часто ходить, ездить в Москву, участвовать в богослужениях со святейшим патриархом Пименом, там много мероприятий, встреч и так далее. Когда учиться, казалось, «Где когда учиться?» Так вот мы учились, я учился, в электрический читал, рефераты писал. Во время, вот туда, полтора часа до Сергия Посада, вот за время, в это время мы и читали, и писали, и все готовились, чтобы... И никакого поблажки не было, что вот если ты и подиака, значит тебе, так сказать, они там преподаватели, как всех. И это хорошо было, потому что это стимулирует, потому что, чтобы не расслабляться, чтобы вот, ну, если я так такой, вот такого великого, высокого человека, патриарха нахожусь, то уже так, как мне должно быть, нет. И это хорошо, потому что я тем самым учил, а не просто-просто проводил время, чтобы мне оценки поставили и переводили с класса в класс, или курса в курс. После такого рассказа точно знаешь, к кому обратиться за помощью в учебе, в освоении различных дисциплин, а также и прежде всего в постижении науки из наук евангельского слова о спасении. Именно тому, как достичь Царства Небесного, посвящены проповеди Владыки Викентия. Пусть Господь поможет всем нам найти путь в это царство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова